Как ты сказал ранее, многим неприятно смотреть на фото абортированных детей. Ага, я бы сказал, что тебе и многим другим было бы настолько же неприятно смотреть на жертв массового убийства в школе в Сэнди Хук. Как ты можешь стоять здесь и говорить, что ты за аборт, что ты за государственное вмешательство, я извиняюсь, что ты за государственное вмешательство для того, чтобы сделать аборт нелегальным, который предназначен для убийства, но ты можешь стоять здесь и говорить, что ты не хочешь государственного вмешательства для запрещения ношения оружия. Потому что оружие не предназначено для убийства детей, оружие предназначено для убийства плохих людей, в то время как ни один аборт еще не закончился без смерти ребенка. Так что смотри, у меня нет проблем с тем, чтобы смотреть на фото жертв массовых убийств, не считая те проблемы, которые любой другой человек, вне зависимости от политических взглядов, имеет смотря на эти фото, а точнее, что они вызывают чувство ужаса и глубокое огорчение. Но я не испытываю никакого чувства вины или избегания, то есть я не могу смотреть на эти фото, потому что я несу какую-то ответственность. Но я не мог бы смотреть на фото абортированного ребенка и говорить, что это не связано с действием, которое я поддерживаю. Потому что аборт – это и есть убийство ребенка. Не существует ни одного закона, который я поддерживаю, который заканчивается убийством ребенка. Закон, который направлен на убийство детей, существует, и это аборт. Хорошо, но если это все люди, как ты сказал, когда две клетки соединяются, то это человек. Что я могу понять? Нет, я сказал, что это человеческая жизнь. Человеческая жизнь. Чем убийство этой человеческой жизни отличается от убийства человеческой жизни с применением оружия? Опять же, дело не в разнице ценности человеческой жизни. Это настолько же злостно, трагически, ужасно и мерзительно, когда люди убивают полностью сформированных детей, которые находятся за пределами утроба. Суть в том, что действие, которое связано с убийством ребенка, не связано с моими взглядами касательно оружия. В то время как действие, которое убивает неродившихся детей, напрямую связано со взглядами касательно легализации аборта. Причиной, по которой я за право носить оружие, является возможность застрелить таких людей, которые идут в школу и убивают детей. У меня двое детей, которые ходят в еврейскую школу, что означает, что они находятся высоко на чем-то списке, потому что еврейские школы, к сожалению, чаще имеют подобные несчастные случаи. Я сам ходил в еврейскую школу, и к нам постоянно раз в пару месяцев приходили угрозы, что школа заминирована. В 1999-м Белый Шавнис проезжал мимо нашей школы, увидев вооруженного охранника, проехал чуть дальше к другой еврейской школе и совершил массовые убийства там. Причиной, по которой я за право носить оружие, является то, что я хочу, чтобы этот охранник носил оружие, чтобы это останавливало тех, кто хочет совершить массовые убийства в школе. Для доступа к эксклюзивным видео и видео, которое нам заблокировал YouTube, вы можете подписаться на наш Telegram-канал, ссылка будет в описании.